Добрый день, дорогие друзья, коллеги, единомышленники. Я сегодня тоже хотела бы предоставить доклад на тему профилактика в любви. Сегодня мы уже обсуждали в первой части, что сегодня в России у нас неспокойно. В условиях внешнего давления со стороны мирового сообщества и нерешенных проблем внутренних, социального, экономического, политического характера, роста числа природных аномалий и катаклизмов, для всех нас очень остро стоит вопрос. А что же ждет нас завтра? Как будет жить и развиваться наша великая страна, которая занимает одну шестую часть планеты? Мы говорим о том, что основа общества, залог его развития и процветания – это здоровый духовно и физический человек с его потребностями, желаниями и возможностями самореализации. Вопросы здоровья человека неразрывно связаны с той системой государственной нашей в целом. И здоровый человек – это здоровое общество. И наоборот – малое в большом, большое в малом. Но, к сожалению, на сегодняшний день и здоровье человека, и здоровье нашего общества в целом далеки от совершенства. Вот это официальные данные, которые опубликованы на сайте Росстата, Федеральная государственная служба статистики. И по этим данным в течение 2017 года у нас зафиксирована тенденция к сокращению населения. И тогда отсюда совсем не праздный вопрос, который нас всех интересует. «Как сохранить активное долголетие? Как творить, а не выживать? И какое нужно государство сегодня и завтра?» На все эти вопросы уже много тысячелетий пытаются найти ответы ученые разных специальностей, общественные деятели, служители религии. Но в этом многоголосном хоре, в этом хаосе мнений и позиций, человек продолжает свой бег в никуда. Ну и если проанализировать тоже, от чего же зависит здоровье человека. Ученые считают, что здоровье – это результат сложного взаимодействия различных средовых, биологических, социальных факторов. Но при этом, как видно тоже из этой диаграммы, генетические факторы, они составляют не более 20% наследственность, состояние окружающей среды – 20-25%, медицинское обеспечение – всего лишь 10%, а самое главное – это те условия и образ жизни, в которых проявлен человек. То есть это тот стиль жизни и то мировоззрение, которое и будет определяющим в состоянии здоровья человека. Ну и естественно, наша медицинская наука, она занимается таким направлением важным, как профилактика – сохранить, укрепить здоровье. Раньше, когда у нас был Советский Союз, профилактическое направление, оно было одним из самых приоритетных. Я думаю, что вы все это помните и знаете. У нас были и сети санаториев, и действительно, как бы забота о человеке, она была в руках государства. И на сегодня в классической академической медицине существует три варианта профилактики. Это первичная профилактика, это изучение здоровья нашего общества в целом, это изучение факторов риска, это предупреждение развития болезней. Вторичная профилактика – это когда какие-то факторы риска у человека есть, но заболевание еще не развилось или оно компенсировано. И это коррекция вот этих выявленных факторов. И третичная – это когда с человеком уже случается какая-то огромная проблема, инсульты, инфаркты, и это реабилитация уже больных людей, которые в этом нуждаются. Но, к сожалению, на сегодня так у нас устроена система здравоохранения, что большая часть финансовых средств выделяется на реабилитацию, то есть на восстановление уже утраченных функций, а не на мероприятие по сохранению и укреплению утраченного здоровья. Но на сегодня у нас принята программа развития здравоохранения до 2020 года, и там тоже вновь вот это профилактическое направление, оно появилось и заиграло новыми красками. И на сегодня предлагается такой вариант коррекции, индивидуальный подход или по-другому мы говорим, это персонализированная медицина, которая включает в себя принцип 4П. То есть это предсказуемость болезни, мы должны у пациента его определить. Это профилактика и предотвращение заболеваний, это индивидуальный персонализированный подход, и это самое главное, что сейчас стало активно звучать, это партипативность, то есть активное участие самого пациента в поддержании своего здоровья и ответственность пациента за свое здоровье. Но, к сожалению, вот это персонализированное лечение, это выявление генетических поломок, это индивидуальный подбор какой-то медикаментозной терапии для пациентов, это тоже в основном направлено лишь на наше физическое и биологическое тело, то есть на нашу оболочку. И к тому же это очень материально затратно. И вот это персонализированное лечение, оно тоже не может дать полного восстановления тех функций, которые уже были нарушены, потому что в классической академической медицине рассматривают следствие, а не причину любого возникшего заболевания. Ну и если тоже проанализировать все основные параметры, более такие вот, ну что ли, детальные, которые определяют здоровье индивидуума, и многие авторы склоняются к тому, что в центре должно быть это психический, личностный, эмоционально-духовный, нравственный компонент, то есть это будет определять здоровье личности в целом. Ну и тесная связь душевного состояния с телесным была еще известна с древнейших времен, и раньше древние наши философы, мудрецы, они никогда не делили психическое и физическое, то есть они исходили из восприятия целостности картины, и они согласно принципу всегда действовали, что лечить нужно не болезнь, а человека, а на сегодня наша медицина лечит, к сожалению, болезнь, и лечит их по стандартам, которые строго у нас тоже унифицированы. А именно психическое состояние, то есть внутренний мир человека, его эмоции, его переживания, оказывают огромное влияние и на здоровье человека, и в том числе на взаимодействие этого человека с обществом, в котором мы живем. На сегодняшний день в нашем обществе тоже популярно такое направление, как психологическая поддержка. Да, очень модно стало на сегодня это консультации психологов, это психологическое сопровождение как индивида, так и целых коллективов, начиная с дошкольного, школьного возраста и так далее. И вот эти все как бы практики, методики, они призваны помочь человеку адаптироваться в непростых, постоянно изменяющихся условиях, как внешнего, так и внутреннего мира. Сохранить здоровье, укрепить это здоровье или достичь этого здоровья. Да, для того, чтобы можно было взаимодействовать друг с другом на брага целого. Но, опять же, существующее многообразие различных психологических методик, направлений работы, тенденций, они не приносят ожидаемого результата. Ну и, конечно, мы в наших научно-исследовательских институтах здоровьесберегающих технологий, безусловно, для нас это тоже одно из важных направлений, это профилактическое направление. И мы тоже постарались дать новый взгляд на возможности профилактики и участия самого человека в этом. По представлениям наших институтов, человека мы рассматриваем как совокупное клеточное пространство, как единое целое, которое неразрывно связано с окружающим пространством и является его активной функциональной частью, представленной в виде единства энергии, материи и информации. И мы рассматриваем человека как микровселенную. И еще Максим Горький говорил, «Человек есть вселенная, и да здравствует во веки он, носящий в себе весь мир». Человек – часть пространства, является активной его частью и, конечно, живет и подчиняется одним и тем же канонам, по которым развивается пространство. И все эти каноны мы можем проследить на уровне, начиная от клеточки, целой системы и целого организма человека. Но, к сожалению, еще раз говорю, медицинская наука сегодня не подходит к профилактике заболеваний с точки зрения целого. А наш принцип наших институтов – это раз человек – это единое целое, то и подходить нужно и к профилактике, в том числе с позицией не только плотного плана, но и с позицией энергии и, самое главное, информации. Но медицинская наука сегодня, еще раз повторюсь, она изучает лишь болезни, то есть следствие, не пытаясь разобраться в причинах, а иногда и в целесообразности развития того или иного заболевания и не пытается понять определяющую роль внутреннего мира человека в картине болезни или здоровья. Ну и, как тоже уже было сказано в первой части, и как мы уже рассказывали вам на прошлых форумах, мы в институтах изучаем кровь, но как такая уникальная возможность посмотреть и оценить состояние организма, всего организма человека в целом. Почему еще кровь? Потому что патология сердечно-сосудистой системы на сегодня, она уже давно и стойко лидирует в структуре заболеваемости и смертности. И мы рассматриваем патологию сердечно-сосудистой системы в том числе как отражение системного искажения энергоинформационной сущности человека. Кровь, помимо того, что она содержит информацию обо всех физико-химических процессах, о патологии или, наоборот, о здоровье человека, мы говорим о том, что кровь – это еще информационный канал человека с пространством. Эритроцит в составе своем имеет железо, переносит кислород и углекислый газ, кислород к тканям, углекислый газ обратно, и как бы отвечает за все процессы, в том числе мы на сегодня говорим и об электромагнитном гомеостазе крови, который является определяющим. Кровь – это отражение наших эмоций. Мы очень четко можем видеть изменяющуюся картину крови при различных наших состояниях. И мы говорим о том, что кровь отражает состояние сознания человека. И в ноябре, в декабре 2017 года в том числе на базе нашего Южноуральского научно-исследовательского института мы провели эксперимент, когда мы изучали состояние крови у обследуемых в условиях посыла любви, который мы с вами проводим уже ежедневно, каждый день в одно и то же время в 11 часов по Москве. Участников эксперимента – это были наши единомышленники, которые с нами уже давно, не один год, и они не принимали активное участие в формировании вот этого посыла, то есть они не произносили слова, которые произносим мы, они выступали в качестве приемника информации. И их задачей было просто в спокойной обстановке настроиться на эту чистоту любви и постараться почувствовать, услышать пространство. И мы также исследовали каплю нативной крови, под микроскопом, и мы осуществляли исследование в течение трех дней подряд, несколько раз в сутки. То есть первый забор крови был исходно утром, за три часа до посыла, дальше мы смотрели кровь буквально за несколько минут до посыла, потом сразу же после посыла, и еще последний раз, четвертый, мы смотрели кровь через три часа по окончании вот этого проведенного посыла на любовь. И важно отметить, что мы просили наших участников эксперимента в эти три дня не молиться. Но еще, что тоже важно очень будет сказать, что все участники эксперимента, они давно занимались не только своим здоровьем, но и как бы своим духовным развитием, духовной эволюцией, самосовершенствованием в течение довольно-таки продолжительного времени. И до и после проведения эксперимента они являлись активными участниками посыла на любовь. И знаете, результаты, которые мы получили, они, конечно, кое в чем повторяли те результаты, о которых мы уже рассказывали. Но вот несколько как бы основных удивительных моментов я хотела бы тоже вот вам рассказать. Во-первых, у всех наших обследуемых исходно, вот до даже посыла, кровь была близка к идеальному состоянию. То есть эритроциты находились в состоянии равномерного распределения по всему полю зрения, не наблюдалось каких-либо там биологических включений, паразитов и так далее. И при этом, несмотря на то, что наши пациенты как бы имели определенные диагнозы, то есть у них в медицинских картах эти диагнозы звучали. Это артериальная гипертензия, это гиперхолестеринемия, это ишемическая болезнь сердца, избыточная масса тела. И даже, знаете, доктор, которого мы привлекали, доктор-представитель официальной медицины, который выдал нам вот эти официальные заключения и который нам помогал в проведении этого эксперимента, она после первого дня эксперимента нам сказала, у меня просто удивление, это не так сказать, у меня просто вот такое состояние, у вас кровь идеальная, у всех, а такое встречается один раз на сто человек. То есть ее это настолько потрясли тоже наши результаты, хотя она никакого отношения ни к посылу, ни к нам, она не являлась участником сообщества. И тоже хочется отметить, что средний возраст обследуемых наших, ну не был таким молодым возрастом, средний возраст составил 55,1 лет. Ну, у нас были люди от 31 до 71 года. И вот я вам тоже привела здесь фотографии, разные участники эксперимента, исходно у них была фактически, да, вот такая идеальная картина крови. Второе удивительное наблюдение, которое мы уже наблюдали и которое мы снова зафиксировали, это заключалось оно в том, что после вот этого информационного посыла любви, который сами участники эксперимента не делали, а они сами настраивались на пространство, у всех изменялась структура крови, но у большинства еще наблюдалось увеличение скорости движения плазмы и эритроцитов. И вот на этой картинке очень хорошо видно, как эритроциты в движении, да, они побежали сразу же после, получив заряд дополнительной энергии информации, они устремились, вот как сегодня Леонид Иванович говорил, да, строго по электромагнитным полям. И также у наших участников эксперимента после посыла мы наблюдали процессы активации очищения организма. Ну и объяснить вот этот феномен крови молодого здорового человека у лиц, которые имеют соматические заболевания, мы смогли вот тем внутренним настроем самого человека на чистоту любви. То есть мы посылали любовь в пространство, а люди как приемники пытались настроить себя на эту чистоту. И при резонансе частот, а это значит в состоянии безусловной веры, при совпадении встречных волновых потоков мы видели изменения физико-химических электромагнитных параметров крови. И вот этот настрой на любовь, то есть это состояние внутреннего покоя и гармонии с окружающим миром, это баланс внешних и внутренних сил, да, это вхождение человека, энергетического фантома, как и во время молитвы, в тот частотный резонанс, вот это все и обеспечивало возможность достижения тонких миров при обращении к Богу. И вот эти вот результаты, они, вот этот настрой на любовь, он как раз и является возможностью восстановления искаженного внутреннего энергоинформационного пространства человека, который мы видели, проявившегося в виде болезни. Ну и болезни в наших тоже научно-исследовательских институтах мы рассматриваем как следствие внутренней дисгармонии, то есть состояние, когда люди не могут реализовать себя, раскрыть свой тот внутренний потенциал, тот посыл на творение, на творчество, который заложен у каждого человека на подсознании, на уровне бессознательного, когда у человека есть дуальность между проявленным планом и тонким миром, между миром эмоций, чувств, желаний, потребностей, но и самое главное, что идет разрыв между сознанием и подсознанием, то есть разрыв между внутренним я человека, тонким миром, тонкой сущностью, частью божественного пространства и сознанием, сознанием и подсознанием, то есть внутренний конфликт. И когда человек настраивал себя на любовь, когда он мог осознать себя частью пространства, почувствовать себя частью пространства, он понимал и принимал свою роль как энергоинформационной сущности, человек устранял вот эту дуальность и становился внутренне единым создателем. И пусть хотя бы на непродолжительное время, но он самостоятельно мог исправлять свое информационное поле. Но люди у всех разные, подсознание, то есть накопленный опыт тоже у каждого человека индивидуален. Но самое главное, вот эта внутренняя гармония, которая и позволяет управлять клеточным пространством и сохранять активное долголетие. Но эта гармония, она не может взяться ниоткуда. Она достигается постоянной работой над собой, над своим внутренним «я». И только в согласии с собой, со своим внутренним «я» достигается вот та великая любовь к людям, к Творцу этого мира, к окружающему миру. Ну и если мы с вами рассматриваем человека как многоуровневое пространство, то мы говорим о том, что внешнее проявление, это всего лишь внутренняя суть человека, которая отражена здесь в проявленном плане. Является отражением его внутреннего состояния, развитием его души, отражением той накопленной энергии, той внутренней силы, которая и побуждает нас к творчеству. А чувство любви — это и есть состояние творчества. Причем творчество не научного или технического, где главенствует разум, а именно души, то есть внутреннего мира человека. Но внутренняя сущность человека, она формируется на основе знаний и знаний фундаментальных о строении пространства и о роли человека в нем. То есть внутренняя эволюция — это эволюция сознания человека. И без этого невозможно достижение той внутренней гармонии, к которой мы стремимся. А совершенствование человека, как сказал Создатель, определяется совсем не количеством прочитанной литературы или правилами поведения в обществе, оно определяется совершенствованием внутреннего мира человека, формированием светлых мыслеобразов, излучающих постоянно любовь и добро. Ну и на сегодня мы говорим о том, что для того, чтобы достичь здоровья полноценного, активного, творческого долголетия, невозможно решить эту проблему знаниями лишь только медицинской науки, которая довольно-таки однобоко рассматривает человека, углубляясь внутрь клетки, в молекулы, хромосомы, но при этом не затрагивая целостности, не затрагивая внутренний мир человека. Для кардинального изменения сложившейся ситуации, для того, чтобы действительно мы получили здорового человека и здоровое общество, необходима интеграция не только научных знаний, но объединение и науки, и религии, я бы сказала, даже единое понимание философии жизни. Но это должно быть новое понимание, не такое, которое есть у нас на сегодня. И еще Альберт Эйнштейн, ученый, тоже говорил, что чем дальше продвигается духовная эволюция человечества, тем более очевидным мне представляется, что путь к истинной религиозности пролегает не через страх жизни, страх смерти или слепую веру, а через стремление к рациональному знанию. И позже об этом же фактически эту же мысль рассматривал Лев Николаевич Толстой в своих рассуждениях, когда он тоже говорил о том, что нужны истинные знания. И на сегодня появление вот такой объединяющей информации, которая бы дала толчок к развитию науки, объединению наук и религий, она просто историческая необходимость. И мы с вами на сегодня являемся счастливыми обладателями такой информации. Ну и если опять же вернуться к той эволюционной цепочке, начиная от клетки до высшего космического разума, и понимая, что каждый отдельный человек это часть единого организма человечества, то мы с вами понимаем, что человек — это энергоинформационная сущность с обратной связью. Внешние информационные потоки, которые нас сегодня окружают, они очень влияют на внутренний мир человека. Но самое главное, что и наш вот этот ответ пространству, то есть наш посыл или мыслеформа, которую мы тоже запускаем в пространство, она обязательно отражается и на обществе, и пространстве, в котором мы живем, мы проявлены и на самом человеке. То есть внутренний мир человека, его менталитет, его мораль, представление о критериях истины, именно вот это определяет состояние материального мира, его настоящее, но самое главное — будущее. И если вот эти эксперименты перенести на наше общество, на будущее, в котором мы хотели бы тоже все жить, то основой взаимоотношений в обществе мерилом поступков человека в материальном мире должна стать любовь ко всему, что окружает человека. И опять же хочется отметить, что для нашего народа, когда мы говорим о русскости, о пассионарности, то вот это внутреннее состояние, душевность, духовность, чистота мыслей, поиск смысла жизни, богоискательство, стремление отдать все для другого человека, она все-таки была для нашего народа всегда определяющим. И вот это внутреннее содержание нашего народа и вот внешние проявления, они должны соответствовать друг другу, то есть должна быть обязательно гармония. И государство, внешнее проявление, должно в полной мере отвечать внутреннему содержанию. И будущее, о котором мечтает не одно поколение, это все-таки гармоничное общество, где в равенстве и любви люди смогут реализовывать свои дары, творческие способности на благо целого. Ну и в заключении хочется отметить вот основные выводы, которые мы на сегодня предлагаем вашему вниманию. Ну первый вывод, это все-таки, что нашу жизнь определяют мысли, чувства, идеалы, к которым мы стремимся. И вот этот психологический настрой на любовь, посыл, мысли, форма меняет пространство проявленного плана человека. Второй вывод, это находясь в состоянии любви, человек может сам себя настроить, запрограммировать на здоровье, управляя своей клеточной активностью и осознанно повышая адаптационные возможности своего организма. И тоже слова создателя, которые мне очень нравятся, поверьте, нельзя к высшему и совершенному проявлению Бога в теле, оболочке человека, подходить с позиции лекаря, ибо сотворенный Богом может поднять себя сам на уровне подсознания, перепрограммируя свои мысли, образи и промысел от сознания человека к сознанию Бога. И другого пути нет. Следующий вывод, что профилактика должна быть направлена не вовне, а внутрь человека. И тогда особое основозвучание придаются словам «познай себя, человек». И все-таки то профилактическое направление, которое мы сегодня предлагаем, и мы считаем, что оно будет иметь в будущем важное направление, значение, это энергоинформационная профилактика, которая заключается в том числе в эволюции сознания на основе вот этой уникальной информации о структуре мироздания, которая у нас есть. Ну и будущее страны и человечества – это пространство любви и гармонии. И закончить тоже хочу словами Создателя «без любви нет и Бога». А если нет Бога, то по канону целесообразности нет смысла и в человечестве. И история предыдущих цивилизаций вам должна говорить, что без любви нет и будущего. Ну и последнее, что хочу сказать, это слова признательности и благодарности Леониду Ивановичу как генеральному директору нашего холдинга, как вдохновителю, как идейному руководителю, как человеку, благодаря которому это направление есть и существует. И еще огромное спасибо всем участникам эксперимента, которые принимали непосредственное участие или которые посильную какую-то помощь вкладывали в проведение наших экспериментов. Всем огромное спасибо. Благодарю за внимание.